МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Под занавес 2014 года в Госдуме внесены значительные изменения в федеральный закон о несостоятельности, иначе говоря, банкротстве. Правовой инструмент, который ранее применялся исключительно в отношении юридических лиц, с 1 июля 2015 года по задумке должен начать работать в пользу обычных людей, попавших в сложную финансовую ситуацию. Для кого будет полезна эта поправка, разберемся вместе с экспертами. Душат кредиты, платить нечем, как быть? Подобные письма в редакцию программы «Ваш защитник» в последние годы поступают массово. А все началось для людей с так называемых легких кредитов. Сотни тысяч россиян стали примерять на себя образ состоятельных людей, с легкостью оформляя в кредит все подряд. Бытовую технику, туристические поездки, автомобили и прочие недешевые вещи. Не смущали невысокие ежемесячные платежи, не то что товар с полки после оформления кредита, в конечном итоге дорожал чуть ли не вдвое. При этом многие забывали о народной долговой мудрости. Берешь деньги чужие, отдаешь свои. По статистике Центрального банка России, платежеспособных граждан, исполняющих кредитные обязательства, в последние годы уменьшилось вдвое. Только за 2014 год по Республике Коми из 67 миллиардов, предоставленных гражданам в качестве потребительских кредитов, в общей судной задолженности уже 13 миллиардов 800 миллионов рублей. Просроченная задолженность. То есть это те кредиты, либо часть кредитов, которые не погашены заемщиками в срок. И если говорить о просроченной задолженности, то на 1 января 2015 года дельный вес просроченной задолженности населения по Республике Коми составлял 3,8% от общего объема кредитов, предоставленных физическим лицам по Республике. Ну, для сравнения, это в два раза больше, чем показатель на 1 января 2013 года. Но, тем не менее, он находится в приемлемых рамках. В их число попала и семейная пара из Сыктывкара. После свадьбы молодые люди решили жить отдельно от родителей. Среди массы объявлений по недвижимости подобрали вариант скромной однокомнатной квартирки. По доходам оформить ипотеку не получилось. И тут же был найден иной путь. Какую-то часть денег нам дали родители, а на остальную мы взяли потребительский кредит, чтобы квартиру купить. В течение двух лет Илья с Полиной считались благонадежными заемщиками. Плату вносили ежемесячно, без просрочек. Но 4 месяца назад возникли серьезные финансовые проблемы. Главный плательщик и кормилец потерял единственный источник дохода. Да, была возможность. Я раньше работал в такси, но сейчас у меня машина на ремонте после аварии. И вот не получается у меня сейчас выплачивать и за ремонт машины, и за кредит. Так что получается, что мы живем просто на детское пособие, в принципе. Да, у нас есть ребенок. Не дожидаясь гневных писем от кредитора и судебных разбирательств, молодые люди обратились к заемщику, чтобы провести реструктуризацию долга. Схема хорошая, однако нашим героям рассрочку не предоставили. Единственное их имущество – та самая однушка в старом доме, которая по сути является единственным жильем для молодой семьи. А ежемесячно гарантированный доход – это пособие на ребенка. На компенсационные выплаты, на выплаты в том числе на ребенка обращение взыскания не допускается. То есть на имущество, которое можно реализовать, на него будет обращено взыскание. И по итогам применения этой процедуры, реализации имущества, обязательства, не погашенные за счет имущества, реализованного торгах, будут считаться погашенными. Если квартира является действительно единственным жильем, на нее не может быть обращено взыскание, в том числе и в рамках процедуры банкротства гражданина. И тем не менее любой банк заинтересован в том, чтобы средства вернули к взаимодавцу. И здесь финансисты готовы рассматривать все возможные схемы. Каждый банк определяет сам, какие способы и методы используют при работе с просроченной либо проблемной задолженностью с физическими лицами в досудебном порядке. То есть это могут быть уведомления заемщика посредством смс-рассылок, электронной почты, при наступлении просрочки платежа. Это ежедневное уведомление и мониторинг задолженности. Если дело уже серьезное, то, как правило, используется реструктуризация. То есть по-русски это изменение основных условий кредитного договора, который был заключен. В основном используется изменение графика, погашение задолженности, либо другие какие-то способы, ну либо расторжение кредитного договора. В качестве способов по погашению просроченной задолженности также может использоваться проведение банков специальных акций, стимулирующих должников погасить кредит. Например, снижение, либо полная отмена штрафных санкций. И вот теперь пришло время вспомнить о той самой поправке в закон о банкротстве, который начнет работать через полгода. Этот институт банкротства граждан, он есть на Западе, его действительно не хватало у нас в связи с большим накопившимся объемом долгов у граждан. И причиной, которым является финансовая неграмотность в основном наших граждан. И она действительно необходима. Порядок признания гражданина банкротом четко прописан в первом параграфе 10 главы федерального закона о несостоятельности. Там же список документов, необходимых для подачи заявления в суд. Ключевыми условиями станет общая задолженность на сумму не менее 500 тысяч рублей и трехмесячная просрочка. Но это в случае, если на банкротство будут подавать кредитор. Если же физическое лицо самостоятельно заявит о дефолте, задолженность может быть меньше. Просто нужно реально оценить свои возможности ее погашения. Если у гражданина на момент рассмотрения обоснованности его заявления о признании его банкротом имеется стабильный доход, за счет которого в течение максимум трех лет можно было бы погасить все требования кредиторов, в отношении него можно ввести процедуру реструктуризации. При этом план реструктуризации представляет сам гражданин, а утверждается он собранием кредиторов и в итоге определением суда. Гражданин может самостоятельно обратиться в суд с заявлением о банкротстве. В принципе, пакет документов там довольно-таки небольшой. Главная задача у него предупредить всех кредиторов о невозможности исполнения долгов, соответственно, а также разместить на депозите районного суда денежные средства на компенсацию судебных издержек. Это всего 10 тысяч рублей. То есть основная задача не в том, чтобы обанкротить и просто списать долги. То есть любой кредитор заинтересован в том, чтобы реструктуризировать задолженность и получить деньги. Потому что никто не заинтересован в том, чтобы отбирать квартиру, машину, либо еще что бы то ни было. То есть для людей, которые в тяжелом финансовом состоянии, лучше именно пройти через процедуру реструктуризации. Важнейшим моментом является еще одно условие. При объявлении себя банкротом гражданин обязан будет обратиться за услугами к арбитражному управляющему. В любом случае самостоятельно ввести процедуру банкротства он не может. То есть и закон это не предусматривает. Для этого есть специальные арбитражные управляющие, называются они финансовые управляющие. То есть вознаграждение их определенного закона, то есть это 10 тысяч рублей единовременно, по окончанию процедуры и проценты от реализации имущества. Но если мы выходим все-таки на реструктуризацию, о чем мы изначально с вами говорим, то в принципе план реструктуризации подразумевает под собой именно закрытие долгов без компенсации каких-то дополнительных трат на финансовых управляющих. Избавление от долгов самобанкротством, конечно, не останется без последствий. Пятно на кредитной истории гарантировано. Рассчитывать на новые кредиты и займы не получится. Сведения о физлицах-банкротах будут в открытом доступе заемных организаций. Кроме того, если возникнет подозрение в финансовых махинациях, можно попасть под уголовную статью. Гражданину надо понимать, что если задолженность возникла в результате его мошеннических действий, допустим, при получении кредита, либо имели место действия по преднамеренному, фиктивному банкротству, значит, такая задолженность, которая возникла в результате этих действий, не будет считаться погашенной даже по результатам рассмотрения дела о банкротстве. Гражданам, которых признают неплатежеспособными, оставят самое необходимое – жилье, одежду и минимальные денежные средства на проживание. Но в случае смерти по долгам заставят платить их родственников. Кроме того, у россиян, получивших новый статус, появятся некоторые ограничения в правах. Им не разрешат лично открывать счета, запретят руководить компаниями. Кроме того, по решению суда их могут не выпустить за границу. И все же это выход из долговой ямы. С прошедших через банкротство окончательно списываются просроченные платежи по банковским кредитам, долги по налогам и даже коммуналке. Однако на ипотечные продукты закон о банкротстве физических лиц не распространяется. Кто не в состоянии платить и выходит на просрочку, например, более 30 дней, существует закон об ипотеке. Заемщик, который берет ипотеку, его недвижимость, квартира уходит в залог. И в случае наступления неплатежей, банк иная кредитная организация вправе обратить взыскание на заложенное имущество. Долги не прощаются. И даже в случае, если квартира, которая куплена в ипотеку, является единственным жильем, банк вправе обратить взыскание на единственное жилье. В отношении ипотечных заемщиков, имеющих единственное жилье и оказавшихся в критической финансовой ситуации, сейчас разрабатывается специальное положение. Людям, взявшим ипотеку и не способным выполнять взятые обязательства, позволят заключать мировые соглашения с банком-кредитором и агентством по ипотечному жилищному кредитованию. По задумке, эта процедура предполагает прощение долга при переходе права собственности на предмет ипотеки в АИЖК и возврат кредитным организациям средств в полном объеме. При этом заемщик должен нанять жилье, по которому он не смог платить. За это будет предоставлено приоритетное право на выкуп недвижимости в будущем. Приживется, не приживется, покажет время. Ну, это как некая модель своего рода ипотеки, тот же самый. По сути, вы живете в этой квартире, платите, грубо говоря, арендную плату, и по истечении какого-то времени вы вправе выкупить данное жилье. По признанию специалистов, поправка в закон о несостоятельности физических лиц это долгожданный инструмент, которым начнут активно пользоваться уже в июле этого года. Потому как признанная судом задолженность, даже если ее невозможно взыскать из-за отсутствия дохода или ликвидного имущества, будет висеть на должнике вечно. А закон о банкротстве вводит механизм полного снятия долга.